Когда я вбила название бренда Лалик в поиске YouTube, то была достаточно удивлена, что 99% видео посвящены парфюмерии. Лично для меня имя Лалик ассоциируется в первую очередь с вазой, обладательницей которой я мечтаю стать. Но вообще бренд Лалик известен в первую очередь всеми своими изделиями из стекла и хрусталя, будь то вазы или парфюмерные флаконы. В этих изделиях восхищает все, совершенство форм, линий, фактуры, ну и конечно цены. Независимо от того, являетесь ли вы парфюмерным маньяком и поэтому открыли это видео, или же вы так же как и я восхищаетесь изделиями из стекла и хрусталя, или же вы просто любите истории великих людей, которые стоят за именами больших брендов, Каждый из вас найдет в этом видео что-то для себя, ну а самое главное узнает историю бренда Лалик. Главный герой сегодняшней истории Рене Лалик родился 6 апреля 1860 года в городе Аншампаню во Франции, но вскоре его семья перебралась в Париж. С детства Рене очень любил рисовать. Именно его пристрастие к рисованию позволило ему войти в мир ювелирных украшений еще в 16 лет. Тогда он становится помощником одного известного французского ювелира. Это был Луи Акок, и его мастерская специализировалась как на ювелирных украшениях из серебра, так и на изделиях из стекла. То есть уже тогда Рене Лалик смог освоить не только ювелирное дело, но и стекольное производство. Современный молодой человек Рене Лалик обладал особым тонким чувством прекрасного. Ему не нравились какие-то громоздкие, большие украшения. Он любил работать с мелкими драгоценностями. Все его работы отличались легкостью и нежностью. Первое ювелирное творение Рене было в форме бабочки, которая как будто порхала в воздухе. Сам Рене был очень целеустремленным, и он постоянно учился. Работая в Париже, он учился в школе декоративных искусств. Затем он на два года уехал в Лондон, в художественную школу Crystal Palace, где изучал черчение, рисунок, живопись и пластику. Там он наполнил все идеи, и вернувшись в Париж, начал изготавливать свои собственные ювелирные украшения. Его работы заказывали такие ювелирные дома, как Бушерон и Кортье. И поэтому в 1885 году Рене наконец-таки решает открыть свой собственный бутик. Сначала он выкупает мастерскую ювелира Жюль де Стапе в 1885 году. Через два года он переезжает на другой адрес и регистрирует там торговую марку RL, то есть его инициалы. Как я сказала выше, Рене не любил вот эти громоздкие вычурные украшения. Именно поэтому он является одним из главных представителей стиля Арнуво, или же иначе стиля модерн в ювелирном искусстве. Что такое стиль Арнуво? В 80-е годы 19 века самым популярным стилем был стиль гирлянда, который в свое время создали Кортье. Об этом я подробно рассказывала в выпуске об этом бренде. Стиль гирлянда весь крутился вокруг бриллиантов или других дорогих драгоценных камней. Украшения в стиле модерн были совсем другие. Материалы использовались скорее для эстетической, чем для денежной ценности. А старинные техники изготовления были заново изучены, как реакция на все более массовое производство ювелирных изделий того периода. Полудрагоценные камни, такие как опал, хризоберил, коралл, лунный камень и техника эмалирования, использовались вместо более традиционных драгоценных камней, таких как бриллианты и рубины. Мотивы и темы Арнуво воплощают мифический, сказочный мир роковых женщин и нимф. Плавные извилистые линии создают скульптурные формы, в которых природа всегда находится на первом плане. Знаковыми работами лалика являются женщина-стрекоза и шляпа-сосами. На сегодняшний день украшения в стиле Арнуво ценятся скорее за их дизайн, нежели за ценность используемых материалов. Например, ожирение лалика с эмалью, бриллиантами и жемчугом оса было продано за 900 тысяч швейцарских франков, что более чем в 10 раз превышает его низкую оценку на аукционе Кристис в Женеве в 2017 году. Лалик действительно выделялся среди своих современников именно за счет этого стиля, но всеобщее признание пришло к нему благодаря актрисе Саре Бернар. Она была большой поклонницей украшений Рене Лалик и постоянно выходила в его произведениях на сцену. Благодаря ей в бутик Рене стали выстраиваться очереди. А позже Сара Бернар познакомила Рене Лалик с богатым бизнесменом и филантропом Галустом Гюльбинкяном. В период с 1895 по 1912 год он заказал у Рене 145 ювелирных изделий, большинство из которых на сегодняшний день можно найти в музее его имени в Лиссабоне. На всемирной выставке в Париже в 1900 году Рене Лалик был удостоен ордена почетного легиона. Это высшая награда, которая дается за военные и гражданские заслуги во Франции. И казалось бы, ювелирное дело Рене должно дальше еще больше процветать, но он решает сместить свой фокус на другую сферу, которую я коротко уже упомянула в начале. Говорю я, конечно, о его экспериментах со стеклом. На самом деле, еще когда он делал ювелирные украшения, он уже начинал использовать элементы из стекла. Ну а в 1905 году он открывает новый бутик на Вандомской площади в Париже, и там уже в витрине города помимо ювелирных украшений выставлено его произведение из стекла. Стекло оказалось настоящей страстью Рене. И по иронии судьбы, на той же Вандомской площади новый бутик Рене соседствовал с бутиком известного парфюмера Франсуа Кати. Небольшое лирическое отступление, которое на самом деле достойно отдельного видео. И если подобная тема будет вам интересна, дайте мне знать в комментариях. Но Франсуа Кати является, во-первых, очень известным парфюмером, как я уже сказала, а во-вторых, одним из основателей теперь уже одного из самых больших парфюмерных и косметических концернов. Это концерн Кати, который на сегодняшний день располагается в Америке. На самом деле, вот эта индустрия парфюмерии и косметики гораздо больше олигополия, чем индустрия фэшн-брендов. А по сути, Кати – это один из концернов-гигантов наравне с другим его коллегой-соперником, концерном Эстелаудер. И последний год я уже не один раз натыкалась в статьи, в которых муссировались слухи о том, что Эстелаудер и Кати, скорее всего, в какой-то момент сольются, у них там активно ведутся переговоры. Если так действительно случится, то рынок парфюмерии и косметики можно будет читать настоящей монополией. Чтобы вы понимали весь масштаб этой проблемы, а монополия – это всегда проблема для потребителя и вообще для того, как развивается какая-то сфера. Сейчас на экране вы видите бренды, для которых косметику или парфюмерию изготавливает концерн Эстелаудер, и теперь вы видите бренды, для которых косметику или парфюмерию изготавливает концерн Кати. Так что, когда вы видите какие-нибудь духи от известного люксового бренда, то, скорее всего, они их заказали у одного из этих двух концернов. Но вернемся в 1905 год. Тогда Франсуа Кати был еще независимым парфюмером. Как я уже сказала, его бутик соседствовал с новым бутиком Рене Лалик, и однажды он засмотрелся на витрину Рене Лалико, в которой располагались как раз-таки его изделия из стекла. Ему в голову, а Франсуа Кати был тоже достаточно гениальным маркетологом, приходит идея попросить Рене Лалико изготавливать флаконы для его духов. Дело в том, что в те годы духи, которые изготавливали парфюмеры, разливались в обычной склянке, и отдельно можно было купить красивый флакон, который не предназначался для каких-то конкретных духов. И у Франсуа Кати появилась идея разливать духи в какой-то конкретный флакон, разработанный именно под этот аромат, чтобы форма этого флакона отражала его внутреннее содержимое. Итак, с 1907 года Лалико начинает выпускать для Кати парфюмерные флаконы. Значит, у фирмы одни из самых блистательных и шедевральных сосудов для духов. Сотрудничество оказалось очень плодотворным. Начиная с успеха розы Жак Мино в изящном флаконе, который завершался вырастающей из него крышечкой в виде розы, все ароматы Кати были наряжены в искусные одежды Лалико. Любимыми мотивами мастера были растения, животные и образ женщины. Принцип трех F. В 1910 году для духов Амбре Антик Лалико украшает флакон с силуэтами женщин в античных одеждах, а флакон других духов мифическими существами с телом женщины и крылышками стрекозы. Именно этот флакон был впервые выполнен в технике матового стекла. Вскоре у Лалико появляются и другие заказчики из парфюмерной индустрии. Среди самых известных флаконов поцелуй Фавна, созданный для духов компании Малинард в 1928 году. Флакон был выполнен так, что темно-коричневая жидкость аромата обрамляла сюжет, где изображен поцелуй. Стоимость такого флакона на аукционе Кристис в наше время составила почти 5000 долларов. С 1912 года Лалико уже понял, что его настоящее страсть – это стекло, и он полностью закрыл свое ювелирное дело. В том же году на Вандомской площади он устраивает свою первую выставку изделий из стекла. А через 10 лет он уже ищет место для того, чтобы заняться массовым производством изделий из стекла. И этот поиск приводит его в Эльзас. Именно там он основал стекольный завод в самом центре региона Эльзас, в котором уже были очень сильные традиции и мастерство стекоделия. И на сегодняшний день этот завод является единственной в мире фабрикой бренда Лалик. Его техника работы со стеклом привела к появлению стиля, который в основном выражался в контрасте между прозрачным и матовым стеклом. Иногда он добавлял патину, эмаль и использовал витражи, сочетая чистые линии и геометрические орнаменты с натуралистическими мотивами. Сегодня бренд Лалик сохраняет секреты своих уникальных технологий, в том числе метод производства великолепного аполисцентного стекла. А техника так называемого потерянного воска, Lost Wax, инновационная, тщательная и секретная ноу-хау на службе у исключительных творений и произведений искусства. Эта процедура, которую до 1930 года использовала Рене Лалик, обеспечивает уникальную текстуру и непревзойденный уровень детализации. В 20-30-е годы завод активно занимается изготовлением различных произведений из стекла. Среди них, например, светильники, также очень популярны были декоративные фигурки для украшения камина. Самая знаменитая из них это статуэтка русалки 1920 года. Но, конечно, главным предметом являлись вазы. Многие из самых популярных стилей ваз Лалик относятся к 1920 годам. Например, вазы, которые вы сейчас видите на экране, были созданы в 1920 и 1921 годах соответственно. Эта ваза дебютировала в 1926 году и отражает постоянные увлечения создателей природой и фигурой. Здесь изображена серия прекрасных обнаженных девиц, льющих воду на фоне арт-деко. На вазе 1923 года на поверхности изображена паутина из переплетенных жуков. Антикварные изделия Лалик эпохи 20-30-х годов до сих пор очень ценятся коллекционерами. Например, ваза-палестра, впервые представленная в 1928 году, была продана на Утсоне Кристис в декабре 2012 года за 362 500 долларов, что более чем в три раза превышало ее изначальную стоимость. Ее фриз с обнаженными мужчинами-атлетами напоминает стеклянные панели пары дверей, созданных Лаликом в 1912 году для выдающегося мецената или коллекционера Жак Дуссе. Я уже выше рассказывала про технику потерянный воск, которой так славится бренд Лалик. В период с 1913 по 1932 год Лалик изготовил около 650 стеклянных ваз, чаш и декоративных изделий, используя эту древнюю технику литья, среди которых, например, ваза 1914 года, проданная на аукционе Кристис в Нью-Йорке в 2006 году за 307 200 долларов. Наравне с вазами не менее завораживающими являются чаши от бренда Лалик. Например, чаша 1930 года демонстрирует систематизированные мотивы морских водорослей и рыб. В другой чаше представлена стаи попугаев в естественной обстановке. Одной из наиболее уникальных сторон творчества Рене Лалико стало изготовление стеклянных фигурок-талисманов для капота машины. Эти фигурки меньшего масштаба предназначались для размещения на крышке радиатора, которое занимало видное место на автомобилях лучших моделей той эпохи, таких как Бентли или Мерседес Бенц. Лалик даже разработал специальную подставку для некоторых из них, чтобы владельцы могли легко отсоединить их от машины и занести в дом для двойного показа. Но на самом деле Рене Лалико изготавливал не только такие относительно небольшие изделия для дома. Он делал также по истине масштабные декоративно-архитектурные элементы. Например, панно Лалико размещались в поездах, океанских лайнеров и церквях. В частности, церковь Святого Матвея в Нилбурге на острове Джерси на Нормандских островах известна теперь как стеклянная церковь Лалико. Но кульминацией карьеры Лалико стала выставка современного промышленного и декоративного искусства в 1925 году. Там он представил фонтан высотой 15 метров, украшенный 128 стеклянными кариатидами, созданными специально для входа на выставку. Эта выставка закрепила за ним звание самого главного в мире мастера стеклодова. И, наконец-то, мы добрались до нее. Через два года после вот этой выставки в 1927 году Рене Лалико создает серию своих самых-самых знаменитых ваз. Да, именно ваза из этой серии является моей мечтой. Когда-нибудь я обязательно приобрету ее для своего дома. Эта ваза – одно из самых знаковых творений Лалик. Одно из редких произведений, которые фигурируют в каталоге с момента его создания и по сей день. Изначально ваза была изготовлена из стекла, но затем, через 20 лет, ее начали делать из хрусталя. А в 2010 году, к 150-летию со дня рождения Рене Лалико, была выпущена новая версия, помещенная в куб из хрусталя. Я же говорила, что Рене Лалико придерживался принципа трех «Ф». То есть главными источниками его вдохновения и главными героями его произведений всегда были флора, фауна и женщины. Женщины на этой вазе – это минады из греческой мифологии. Юные жрицы Вакха исполняют хоровод в честь бога вина, виноградной лозы и излишеств, и излучают призрачную ауру чувственности. На изготовление такой вазы уходит около 30 часов, а в честь 100-летнего юбилея ваза была переосмыслена в лазурно-голубом цвете. К концу 20-х годов имя Рене Лалико было у всех на слуху, и тогда к нему приходят по-настоящему крупные проекты. Рене Лалико был выбран для оформления вагонов Пульманского экспресса «Кот-де-Азор». Он создавал дизайн интерьеров для океанских лайнеров Нормандия, Иль-де-Франц, Париж, архитектурные украшения зданий, проектировал интерьеры для вагонов знаменитого Восточного экспресса. Кстати, помните, в моем видео про бренд Велерой Бог я рассказывала, что Велерой Бог создавал посуду для гостей Восточного экспресса. Там было три серии, и одна из них как раз-таки была создана по мотивам хрустальных произведений Рене Лалико. Велерой Бог сделали такой выбор именно потому, что изначально Рене Лалико пришел в Восточный экспресс, так как разрабатывал интерьеры для его вагонов. Лалико является автором стеклянных дверей императорского дворца принца Осаки в Токио. Также он оформлял салон высокой моды знаменитого модельера Мадлен Виане. Лалико был настоящим гением в том, что он мог создавать такие масштабные проекты наравне с очень утонченными флаконами для духов. Он умер в 1945 году, и тогда управление фирмы пришло к его сыну Марку. И Марк открывает новую эру для бренда Лалико и совершает вот этот переход от стекла к хрусталю. В отличие от стекла, хрусталь содержит свинец, который придает ему блеск и звонкость. Сочетание прозрачных и матовых поверхностей, стилистический эффект, который Рене впервые применил в стекле, вскоре стал отличительной чертой хрусталя Лалико и остается таковым по сей день. Также Марк продолжал вот эту парфюмерную историю, и одним из самых громких его сотрудничеств был сотрудничество с парфюмерией Нина Ричи. Знаковым ароматом, ознаменовавшим наступление мирной жизни, стал вышедший в 1948 году «Дух времени». Аромат должен был стать символом радости и любви, каким нужно в послевоенные годы. Марк Лалик выполнил крышечку флакона в виде целующихся голубей. Это произведение вошло в историю дома Лалик и историю мирового искусства. Марк, так же как его отец, любил создавать какие-то монументальные изделия. Одним из известнейших является люстра Лалик, которая состоит из 337 кусочков хрусталя и весит около 2 тонн. Первоначально она была представлена в 1951 году на выставке искусства стекла в Музее декоративного искусства в Париже, а сейчас она находится в Музее Лалико. После смерти Марка в 1977 году компанию восклавила его дочка Мари Клод. И это очень интересно, какое направление она выбрала для этого бренда. Во-первых, она решает вспомнить то, с чего начинал ее дедушка. Она возвращает ювелирные изделия в ассортимент бренда Лалик. А во-вторых, и вот это мне уже кажется достаточно умным ходом, понимая, насколько Лалик у всех ассоциируется с парфюмерными флаконами. Я, собственно, с этого и начала видео, то, что это только у меня Лалик, это в первую очередь Лаза, у многих это в первую очередь парфюмерию. Именно Мари Клод принимает достаточно гениальное с точки зрения бизнес-решение и запускает парфюмерную линию Лалик. Ну, действительно, почему-то они только флаконы делают, а в итоге эти флаконы, по сути, продают парфюм других брендов. Нужно самим делать парфюм. В 1922 году она запускает первый аромат Лалик. На сегодняшний день он называется Лалик де Лалик, и создан он знаменитой Софией Гройсман. Да, тут нужно понимать, что сами ароматы создавали парфюмеры, наемные парфюмеры для бренда Лалик. А Лалик продолжал делать для них флаконы. Но все это произведение продавалось уже под ипнем Лалик. Аромат выполнен в лучших традициях французской школы. Очень женственный и элегантный, как и все произведения парфюмера. Открывается цветочными нотами пудрового ириса, роскошного жасмина и розы. В сердце играет фруктовыми нотами сладкой ежевики, сочной груши и зеленью листа черной смородины. И все это на роскошной базе сливочного сандала, белого мускуса и нежнейшей ваниля. В роскошных флаконах в стиле Арну Во затем вышла коллекция ароматов Ниланг, струящийся хрустальный цветок, тянущийся своим бутоном к солнцу с присущими стилю модерн изогнутыми линиями. Также в период правления Мари Клот вышла линия мужских ароматов, и на флаконах были изображены лошади, львы и фавны. В 2005 году парфюмерный дом выпустил, пожалуй, свой главный хит – необычная композиция, созданная Домиником Рапионом. Называется «Ла Ли Кле Парфюм». В 2006 году вышли «Желчужины» из-под пера парфюмера Натали Лорсен. Это классическое, довольно мрачное, но при этом интересное сочетание розы и пачули. Через год та же Натали Лорсен создала мужской аромат. Это легендарный парфюм, покоривший миллионы людей, причем не только мужчин, но и женщин. Его называют лучшим литивером и шедевром мировой парфюмерии. В 2007 году снова Натали Лорсен создает аромат «Аметист». А в 2013 году она же делает аромат «Сатин». В 2015 году появляется новый автор – Ричард Ибанес. Он создает аромат «Ливинг Лолик». В 2008 году бренд «Лолик» был приобретен швейцарской группой компании «Арт энд Фрэгнанс». То есть в этот момент бренд «Лолик» вышел из семейного владения. И вот очень интересно они начали этот бренд развивать. Ну, во-первых, с 2011 года каждый год у них выходят лимитированные парфюмы. То есть вот эту парфюмерную линию они не забросили. Более того, она является одной из ведущих сфер этого бренда. Но в 2011 году они запускают линию «Лолик Мезон». То есть это различная продукция для дома. Там и мебель, какие-то аксессуары для дома и даже постельное белье. Коллекция, вдохновлена стилем арт-деко, появилась в результате замечательного сотрудничества между знаменитым хрустальным заводом и всемирно известными дизайнерами Леди Тиной Грин и Пьетро Мингарелли. Также они продолжают ювелирное дело. Более того, с 2011 года у них появилась линия высокого ювелирного искусства, то, что называется «High Jewelry». Ну вот, честно говоря, мне кажется, это уже немножко такое предательство корнею бренда, потому что вот если мы сейчас посмотрим на произведение именно их высокого ювелирного искусства, то это ближе вот к той самой гирлянде, о которой мы изначально говорили. Это то, против чего был Рене Лалик. Их обычная линия ювелирного искусства – это как раз-таки примерно вот этот ар-нуво, стиль которого он придерживался и который он в свое время, можно сказать, сделал популярным. Абсолютно неожиданное направление для бренда Лалик. В 2015 году открылась вилла Рене Лалика. Действительно, это вилла, которую Рене Лалик построил в 1920 году. Так вот, она была немножко перестроена, и в ней открылся отель. Ультрасовременный пятизвездочный отель, в нем также находится ресторан с двумя звездами Мишлен. Отель вилла Рене Лалик находится, собственно, в Эльзасе, там же, где и находится завод бренда Лалик. В 2016 году недалеко от виллы, в самом сердце лесистой парковой зоне, на месте старого стекольного завода, расположился замок Хохберг. Величественное здание XIX века, внесенное в список исторических памятников, в 2016 году было преобразовано брендом Лалик в четырехзвездочный отель с пятнадцатью номерами и люксами, предлагающими исключительный комфорт и спокойствие. В отеле также есть современная бистро с изысканной кухней от шеф-повара Арно Барбериса, который превосходно использует сезонные продукты местного производства. В 2018 году был открыт новый отель и ресторан Лалик. И в 2021 году они открыли еще один ресторан у подножня холмов Криф и вдоль реки Турет. Помимо этого, у бренда Лалик есть такое направление, как дизайн интерьера. То есть у них есть своя студия дизайна, и вы прямо на сайте можете зайти и оставить там заявку на то, чтобы оформить, например, всю свою квартиру или дом в дизайне, разработанном брендом Лалик. Я не очень понимаю, как сюда вписалась история с ресторанами, но в принципе сам Рене Лалик действительно занимался, как я уже говорила, оформлением поездов. Скорее всего, это были как раз-таки вагоны, рестораны. И вот эти круизы-лайнеры, которые я упоминала, там тоже в основном оформлялись Рене Лаликом помещения. Или рестораны, или какие-то там большие гостиные, залы. То есть оформление интерьера, в принципе, не чуждо для Рене. Ну и, наверное, знаете, это как с парфюмом. То есть если уж ты делаешь парфюмерные флаконы, то можно и свой парфюм делать. Ну а если уж ты занимаешься разработкой дизайна интерьера, то можно и это помещение самому как-то использовать и открыть в нем ресторан и отель. Логично? Логично. В 2018 году бренду исполнилось 130 лет. Отметить юбилей Лалик решили выпустив предметы с изображением ласточки. Эта птица была одним из главных объектов вдохновения основателя компании Рене Лалико. Он использовал ее образ в дизайне, украшении и в декоративных предметах. Но ласточка это прежде всего бессменный символ весны и обновления. А еще отличный мотиватор в юбилее компании. Но самым главным вкладом вот этого большого концерна я считаю открытие в 2011 году музея Рене Лалико. В музее хранится более 650 произведений Рене Лалико и его последователей. В здании собрана коллекция ювелирных изделий, изделий из стекла и современного хрусталя. Среди выдающихся сокровищ редкая скульптура, называется она «Крылатая женщина». Она была изначально создана Рене Лаликом для балюстрада и его стенда на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Одна из шести известных бронзовых крылатых женщин была приобретена в 2013 году дилером Лалик Шаем Бандманом. И с тех пор находится в музее на правах аренды. А также музей Лалик пропагандирует современное искусство в стекле и очень часто сотрудничает с какими-то известными художниками. Такие известные архитекторы, как Заха Хадид и Мария Бот и художники, как Ив Кляйн, как Ребран Бугатти, Дамин Херст, Аннишка Пур и Терри Роджерс создали великолепные арт-объекты из стекла, которые были произведены на фабрике Лалик. Вот такая история бренда Лалик. Я надеюсь, что вы узнали для себя много нового. Пишите в комментариях, какие факты удивили вас больше всего, к какой группе зрителей вы относитесь, те, кто были фанатами парфюма, те, кто знал Лалик по его изделиям из хрусталя или те, кто вообще особо ничего об этом бренде не знал, но вот теперь получил эту информацию. Пишите, мне будет очень интересно почитать. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня своими лайками, своими комментариями. Отмечайте мои видео в своих социальных сетях. Я обязательно буду репостить вас в Инстаграме. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. А тему посуды и каких-то изделий для дома мы обязательно будем продолжать наравне с тем, что касается темы моды. Вообще, этот канал в первую очередь про каких-то великих людей и их истории, которые вдохновляют и мотивируют. Все, благодарю вас за просмотр. Пока-пока.